Всем привет! С вами Марина и мои цветочные друзья. И сегодня я с подачи альбины участвую в эстафете. Мои любимые декоративно-лиственные растения. Хочу сказать, что пару лет назад я бы сказала, что это совсем не моя тема. И декоративно-лиственные представлены у меня одним-двумя образцами каких-то растений. А все остальное это мои экзоты и мои красиво цветущие. Ну и вот что называется, с кем поведешься. Я смотрю многие цветочные каналы и очень у многих вижу красивые декоративно-лиственные растения. Ну и соответственно тоже начинаю проникаться к ним симпатией и они постепенно заполняют и мои полочки и подоконники тоже. Сейчас перед вами это морщинистые пепперомии. Название первого сорта пепперомия была в миксах, названия у нее не было. А вот второй сорт это шумерет. Она попалась мне просто в обычном цветочном магазине. Листики у нее бордового цвета. Вот это пепперомия, это серебристая. Она не относится, я так думаю, к морщинистым. Многие очень жалуются на то, что морщинистые пепперомии очень плохо растут. Но нужно сказать, что они любят проветриваемые помещения. Сейчас они у меня стоят в коридоре. Я часто о нем говорю. Это коридор, из которого две двери выходят на улицу. То есть он сквозной. Ну и соответственно слои воздуха часто меняются. И вот в этих условиях пепперомии чувствуют себя вполне хорошо. Листики у них не вытягиваются, потому что там два восточных окна. И соответственно кусты не разваливаются, потому что им не душно. Если эти условия соблюдать, то пепперомия будет достаточно долго выглядеть декоративно. Хотя все-таки морщинистые пепперомии относятся к тем растениям, которые периодически нужно обновлять. Хорошо, что укореняются они из листика и сорт передается. Следующее растение. Следующее растение, которые тоже прибавились у меня в таком в большом количестве. Это агланемы. Сейчас я показываю агланемы батерфлей. Красненькая я не знаю, как называется. А вот здесь на переднем плане это малышка суматра. Я очень хотела, чтобы она у меня появилась. Вот с помощью Леры одно большое растение я покупала в подарок. и малышку я брала для себя. Сейчас она уже наращивает активно корешочки и выглядит хорошо. Агланемы как раз относятся, наверное, к тем растениям, за которыми, в общем-то, несложно ухаживать. Несколько нюансов. Любит агланема не тяжелый грунт. У меня это обычный универсальный цветочный торфогрунт. Между поливами обязательно нужно просушивать. И если... Нужно все время осматривать стволики агланем. Если агланеме в данном случае летом душно, то листики у нее могут как бы сыреть. То есть то место, где они прикрепляются к стволу, оно начинает преть. Это даже может быть не от лишней воды, а от лишней духоты. То есть нужно менять место. Агланемы не любят яркий солнечный свет. Они любят приглушенное освещение. И, как оказалось, не любят духоту. Потому что два сорта я перенесла на более проветриваемое место. потому что им не понравилось стоять там, где стоит большинство агланем. То есть у каждой все-таки свой характер. Так же, как и у нас с вами. Поливаются агланемы после полной просушки. У меня, например. То есть я их просушиваю. Я считаю, что им это нужно. Мало кто из растений любит постоянно влажную почву. Конечно, за последние два года, которые я активно смотрю YouTube, у меня прибавилось количество бегоний. В частности, тростниковых бегоний кейн. Что сказать о бегониях? Ну, наверное, что кейны все-таки более уживчивые, чем декоративно-лиственные. Хотя, как оказывается, нужно просто опять-таки найти подход и тогда растения будут чувствовать себя хорошо. Но кейны без подхода чувствуют себя хорошо. То есть они просто стоят и чувствуют себя хорошо. То, что мне в растениях нравится. Вообще люблю такие уживчивые растения, на которые не нужно тратить просто все время, которое у тебя есть. Они вполне могут обойтись собственными силами и ждать только периодического полива. Ну, удобрения вместе с поливом тоже. К таким же некапризным растениям я отношусь циндапсуса. Хотя, это неоднозначное мнение, потому что у некоторых как раз циндапсус не относится к простым растениям. Но у каждого свои простые, сложные. Все время мы об этом говорим. вот здесь у меня тоже несколько циндапсусов. Их, конечно, гораздо больше, но не хочется сейчас просто заваливать вас цветами, которые у меня есть. Хочу показать просто по несколько представителей ярких из того или иного цветочного сообщества. Итак, среди циндапсусов я принесла сюда на показ вот этот. Он с именем продавался, но все мои друзья, цветоводы это имя однозначно отмели. Сказали, что это совсем не он, поэтому я его не называю. Хотя похож он на Марбл Квинн, прямо очень похож. Это один из расписных циндапсусов. И, наконец, вот этот циндапсус. Он продавался с именем и соответствует этому имени. Это Фишбон или Бонфиш, рыбья кость. был очень маленький листочек, а сейчас уже видите, такая красивая косточка. Ну и условия те же. Грунт, в котором не застаивается вода, просушка между поливами, потому что лишней воды циндапсусы уж точно не любят. Листья у них будут идти пятнами и рыжить, если им будет слишком влажно. И отсутствие прямого солнца. Из этих растений получаются шикарные цветочные композиции. И вообще само по себе растение быстро формирует куст и даже само по себе смотрится очень-очень декоративно. Конечно, не могу не показать филадендроны. Здесь присутствуют два сорта. Это гигантум и голд сатин или сатин голд. Сатин голд недавно приобретенный сорта. Гигантум достаточно уже давно. Ну, как достаточно давно, наверное, ему чуть больше года. Продавался маленькой деточкой и вот ну просто с первых минут пребывания в нашем доме он завоевал мое сердце, потому что очень красивая окраска, крепкий такой коренастый кустик и спокойный доброжелательный характер. То, что нужно. Ну и куплен он был в те времена совсем недавние, когда филадендроны стоили абсолютно недорого. Недорого. Сейчас цены просто катастрофически поднимаются вверх. Нужно сказать, что среди декоративно-лиственных у меня есть и такие растения, которые вообще никак категорически даже не рассматривались в качестве жильцов моего дома. То есть, например, драцены я даже не думала, что они у меня когда-то будут, потому что ну не знаю почему не рассматривала их и все. Слишком они мне казались казенными, что ли. И вот, пожалуйста, несколько драцены у меня живет. Я вам показываю одну из них. И причем становится она все краше и краше. Я почему-то думала, что драцены очень капризные. Оказывается, не очень. Поэтому попробуйте, если у вас еще нет этого растения, вполне можно его у себя поселить. конечно же, среди любой группы растений предпочтений я отдаю пестролистным. И вот сейчас показываю вам яркого представителя это дремиопсис. И вы знаете, я очень благодарна ему за то, что он не показывает сложности своего характера, потому что, судя по отзывам, это не совсем простое растение и может оно расти не так, как нам хочется. ну вот хочу сказать о своем, что он ну ему скорее всего подошли те условия, которые я ему предоставила. Это светлая комната, тут просто обилие солнечного света. Здесь сразу три окна, два выходят на восток и три выходят на юг. У нас на Кубани, в домах старой планировки, очень много окон, практически сплошные окна. Дремиопсис это луковичное растение, оно постепенно, большая луковичка постепенно обрастает детками и детки тоже должны быть пестренькими. Вот тогда это сорт. Бывает, что детка появляется зеленой, ее нужно убирать. Ну, а так те же самые условия, те же, что и для других декоративно-лиственных, о которых я говорила. Легкий грунт, отсутствие прямого солнца и умеренный полив. Солнце отсутствует, но света должно быть достаточно. В этом случае кустик не будет разваливаться. Когда я смотрела видео Альбины, я не слышала вопросов, на которые Альбина отвечает, она просто показывала свои растения, а вот потом я посмотрела видео Ани, по секрету всему Свету канал и Наташи Успенской. У Наташи там просматривались вопросы. Не знаю, нужно ли это делать, но вот хочу сказать, что у Наташи был такой пункт эстафеты, это планируемые покупки. Хочу сказать, что я, честно говоря, уже перестала планировать покупки. Я наоборот, пока я не попадаю на выставку или не вижу какое-то новое привлекательное растение, я себе говорю, все, 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 достаточно мне уже растений. Нужно побольше уделять внимание тем, которые есть. Так что я сейчас тоже хочу вам сказать, что покупки у меня не планируются. Они у меня стихийно возникают, но не планируются. Ну и помимо этого еще у Наташи я обнаружила рубрику это цветочные истории. И в качестве цветочной истории хочу рассказать вам немножко вот об этом растении. Есть растения декоративно-лиственные, а есть растения, которые можно отнести к декоративно-лиственным и красиво-цветущим. И в данном случае это эхмея. Это детка эхмеи. И первая эхмея появилась у меня в качестве заработка. То есть ко мне пришла моя коллега и попросила помочь ей определить, что это за растение ей подарили и помочь отделить от него деток, потому что оно обросло детками и просто-напросто не помещалось в горшке. Ну, растение я знала, я сразу сказала, что это эхмея, а вот как отделять деток понятия не имела. Информация была очень-очень противоречивой, но мы на свой страх и риск отделили деток и вот одна детка досталась мне. Не это, это уже детка от детки моей первой эхмеи. То есть вот то утверждение, что эхмея после цветения погибает, оно только отчасти правильное. Я вам уже когда-то об этом рассказывала. На самом деле эхмея может прожить около десяти лет даже. Вот моя старая эхмея уже теряет внешний вид, но она по-прежнему продолжает наращивать деток. Уже кажется, что растение настолько выцвело и обескровилось, что оно просто-напросто доживает последние денечки и вдруг сбоку появляется детка. То есть эхмею выбрасывать ни в коем случае после цветения нельзя. Если в магазине после цветения продается недорогая эхмея, то смело ее покупайте. То есть она проживет у вас еще долгие годы. Во-первых, она и сама очень красиво выглядит даже без цветения, а во-вторых, у вас появятся детки эхмеи, которые в свою очередь могут у вас зацвести. Ну, что касается цветения, то могу сказать, что моя эхмея только один раз побаловала меня цветением, а так во все остальное время я просто любую с красивыми такими замшевыми листиками. С интересным окрасом, кстати. Относится эхмея к семейству бромелиевых. Ну, вот и все, дорогие друзья, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Еще раз говорю, не хотела делать обвал цветов, хотела принести и показать вам таких ярких представителей, которых я действительно люблю. и в завершении я должна передать эстафету. Не знаю, посмотрят ли это девочки, но я постараюсь написать им комментарии. Ну, кого я придумала? Если еще не передавали эстафету Людмиле, мои любимые цветочки, то, Люда, принимайте эстафету. Так, еще есть, я вспоминаю просто растения, еще есть красивые бегонии у Марины, канал Марина Калейдоскоп. Ну, и третий канал. Не могу придумать третий канал, поэтому остановлюсь на двух. Марина и Людмила, принимайте эстафету. Всего хорошего, друзья, до новых встреч, пока! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...